всем привет сегодня у нас видео как мой друг первый раз пьет односолодовые виски подобного плана ролик у меня уже был на канале если интересно можете глянуть но там был виски попроще сейчас у нас напиток гораздо серьезнее будет вот илья всем привет меня зовут илья сегодня мы будем пробовать виски односолодовый highland park 12 летний сейчас распакуем для начала коробочку посмотрим вообще что из себя представляет сама бутылка данного напитка ничего так оформление довольно интересное оригинальное высказал все в кельтских узоров на викингскую тематику это кстати новое оформление бутылки до этого была она совершенно другая у меня есть обзор на канале на этот виски и ну ребята говорят что вот этот виски он хуже стал немножечко некоторые которые больше шарят но я особо никаких не различий не заметил ну примерно плюс-минус одно и то же если наверно лоб в лоб две бутылки старую новую сравнить может быть будет разница так мне кажется разницы нет так что вот этот виски посерьезнее я думаю он тебе должен понравиться то есть хуже стал от партии к партии раньше партии были лучше но брендинг то есть полностью поменяли оформление дизайн бутылки там более такой строгий более лаконичный был дизайн частности узорчики добавили всяких вот этих викингов нарисовали там немножко было как-то более все не знаю попроще попроще ну ладно что же не будем тогда долго болтать до снаем сможешь ты и открыть интересный винет и дальше получится люди сделать это быстро дело в том что илья он не пробовал вообще ну ни одного серьезного напитка выдержанного будь то ром там не хочу спортивен пробовал ну да я имею виду из крепких из крепких ничего серьезного не пробовал как тебе пробка посмотреть они вот что такое вообще шотландские иски что такое значит качество прикинь полностью дерево даже вот это ну сама пробочка она сама тоже из дерева сделано ну чтож нальем сначала михаил чем погодит смотри фишка в том что здесь теперь она закручивается блин не получится темно темновато здесь видишь из резьба еще есть то есть в обычном там портфейне который ты пьешь хорошим выдержанном дады в любом другом бискаре хорошим там она просто вставляется и все здесь она еще немножко закручивается как бы покрепче держится да ты себе надевая я успею видеть когда я даже для такого случая бокал правильный взял знаешь наливай бокала наливали ваново то есть где-то где-то по самое широкое нет нет не высоко по вот юбочку такую вот вот где же самое широкое место но сейчас короче я начну не лишь к ней не лишь к ней и взяли что мы говоря я обычно люблю хватит не хватит переливать да ну тут надо поосторожнее нормально 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 ничего страшного не придет мало наливать конечно пойдет это немало сейчас ты налил около 45 грамм где-то примерно вот сейчас от 40 до 45 где-то примерно так нормально стандарт да ну что по запаху можно сказать что гораздо более какой-то насыщенный и благородный чем у обычных дешевых виски которые я пил ну да уже пил всякую шваль вообще откровенно говнище который у меня есть кстати будут на это обзоры и на fox and dogs и насколько 4 будет обзор просто маленечко я ленюсь что последнее время через пару лет да да я уже полгода не снимаю но может быть через пару лет будут обзоры ну что ж подожди я я бы хотел бы чтобы ты вот ну честно говорил потому что у меня был ролик на канале когда пробовал алексей там коллега мой по прошлой работе и ему не понравилось категорически правда он пил из вот такого бокальчика ну плохого я с тобой лишь заморочился нормальные бокалы дегустационные но ты прям честно говори как есть вот ну тяжело 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 не тяжело конечно если чили молотно скажу что директор чистым тоже даже fox and dogs какой-нибудь и чистым по эти тоже на себя же всегда пьешь в перемешку иногда мешаешь иногда пьешь чистым да то есть тебе наверняка будет непривычно все вообще конечно больше люблю сколы но такой виски мешать сколы это вера идиотизма его надо денег ну ладненько сейчас и стрелы больше понюхай все-таки не торопись пить абсолютно не торопись пить потому что тут больше кайфа ну понятно что мы пьем до чтобы опьянеть там забалдеть это все здорово но тут именно в качестве на виски вкус он ну многое играет большую роль да 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 то есть и за это платишь деньги аромат да то есть вот ну как как вот чем он пахнет попробуй но посильнее но сможешь обычный знаешь виски недорогой но какой-то более приятный что ли запах насыщенный видно что в обычные виски дешево кита роботизаторы добавляют чтобы но пах как виски а здесь все-таки да не на самом деле там не добавляют ничего такого дешевого но но смысле ароматизаторов там просто дешевые виски добавляют туда слабо выдержанные разбавлены ректификатом обычным а здесь чисто дистилля то есть этот виски не разбавлена вообще абсолютно ничем он просто из бочки взят ну водой только разумеется он редуцирован до крепости там сколько на 40 градусов и ну а какие то вычленить ароматы конкретно у тебя получится вообще вот вот ну вот с первого раза то ароматы вот вот чего да вот что вычленятся но ты как бы сам это решил тебя может ассоциации какие-то возникнут с какими-то надеюсь это глупо не прозвучит но ты понюхай еще раз посмотри он такой двоякий этот виски довольно таки двоякий то есть там не знаю напоминает как-то запах вот дерево и запах табака какого-то одновременно вот почему-то вот у меня у виски всегда с табаком идут ассоциации но здесь это вполне вероятно возможно так и я думаю должно быть потому что тут есть это островной виски с острова орк не здесь есть специальный такой специфичный запах торфа такой интересный своеобразный этот торф да да то есть я думаю табаку оттуда тебе и кажется то есть это дымок какой-то вот такой вот торфяной торфом сушит когда ячмень он пропитывается ароматом дыма от торфа ну попробуй попробуй забухать да наконец только немного по чуть-чуть вообще как бы без фанатизма много мы еще чтобы попозже выпьем после ролика ну я скажу так очень приятно если обычные дешевые виски участка после вкусе прямо почувствовался как ты говоришь торфяной аромат какой-то вот земельный даже не да все верно абсолютно правильно так есть торф по сути он же и земли то есть перегной там который в земле находится это когда уже делаешь глоток на послевкусие уже вот чувствуется вот этот торф достаточно приятно я думал что это будет больше напоминать дешевые виски но здесь что-то видно что есть иное можно попробовать подольше подержать во рту как бы ты можешь пасть вообще побольше глоток сделать почему нет кем посерьезнее но это уже сильно большой что-то да по моему сейчас скажу что я алкаш какой-то да да я скажу так что но отвращение есть отвращение не вызывает вот больше отвращения вызывает дешевый виски когда его пьешь вот именно так вот чистым и большими глотками поэтому в принципе я его и обычные виски без колы и не пью чистым здесь прям есть что-то в этом наверное да действительно было бы грешно его мешать с чем-либо до долго мы с тобой не могли собраться эта бутылка у нас стояла у меня стояла дома из балка я наверно с тобой да и себе свое уже выпил полгода назад ну полгода наверное где-то до примерно на года получается настоялась решили но бутылки то она конечно не нас не настаивается вот у нее своя выдержка 12 лет на самом деле близкие вот когда его только откроешь ну не вся полнота вкусов то есть если ты бутылку пьешь там по мере ее опустошения там все новые и новые вкус открываются каждый раз что-то можно здесь она не то же самое что здесь нет на самом деле абсолютно то же самое просто пока ну с воздухом соприкасается окисляется и ну дышит напиток открывается больше так же ты вот посидишь с бокалом сейчас мы с тобой посидим на ты потом больше его поймешь этот виски то есть он со временем раскроется как называется оксигенация что это называется когда напиток наполняется но таких как бы терминов я не знаю не силен но на самом деле как бы есть такой кто-то говорит что 12 минут там нужно именно что-то сколько выйдешь к этому этого напитка но я думаю что это все абсолютно как бы так выдумки это услуги конечно условность абсолютно да да ну давай мне наверно маленечко налей за бокал я взял один нормальный этого что его здесь на кухне туда-да-да-да первый попавшийся короче ну ничего страшного налей граммчиков 50 это примерно вот под палец толщиной не перелил или перелил да без разницы нам уже еще все равно да 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 медленнее значит выпишешь да все верно так ну теперь я попробую наконец-таки вот на самом деле илья кстати ты не стал спорить со мной ну вот я бокал припертый не стал сопротивляться да некоторые я думаю сказали бы да нафиг надо ты кого заморачиваешься ты чего вообще те делать нечего он у меня там есть там из-под вина и из там просто стаканы я то что как раньше думал многие недооценивают а на самом деле очень большая разница ну ты эксперт то есть вот реально вот а ты просто сам даже попробуй сейчас ты сейчас попробуй потому что здесь совсем другое формат нежели здесь то есть совершенно не здесь и аромат именно не концентрируются то есть по нормальным здесь они рассеиваются не особо ничего такого вот здесь вот кроме аромат как ты сказал табака там допустим надо что-то говорить больше там ну что-то вычерить еще сложно абсолютно то есть им нужно правильный нормальный бокал счетом на коробке доклад интересно прям торф есть здоровски на коробке но я здесь пытался перевести то есть это лучше уж тебе посмотреть попытаться чуть перевести попробовать ну там мне это не понять ладно а ты попробую или я попробую вот аромат реально разный сравнивать с друг с другом с правильного и неправильного бога да все верно блин да здесь он какой-то более он ярко выраженный аромат здесь он почти не чувствует здесь он размыт то есть здесь сложно что-то да то есть вообще разнюхать да то есть из такого бокала лучше пить дешевые виски какой-нибудь который ты не будешь нюхать какую-нибудь белую лошадь он взял самую дешевую и пьешь просто то есть не очень нонсируя здесь он прямо вот концентрируется и выходит такой яркий насыщенный на сейчас отопьем еще немного и прочитаем что здесь надо прочитаю и может быть там какая то есть на коробочке информацию да тебе на тебя надо уже ну подпрягается переводить обзоры на виски англоязычные сейчас время конечно еще найти с этой работой много так написано здесь честь викингов так 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 это сердце и душа хайланд парка она отражает уникальную культуру острова как правильный оркни на части шотландии но которая изначально принадлежала к королевству викингов и нам бы хотелось с вами эту историю разделить с вами эту историю или рассказать вам эту историю как угодно так дальше в хайланд парке мы передаем дух наших предках викингов и мы разделяем их честь прайд как честь гордость короче все с истории связано все так все поэтично про викингов ну что ж ты порекомендовал в виски такой да безусловно если располагаете финансами то обязательно попробуйте конечно хотя бы раз жизни но стоит попробовать такой качественный напиток ну вот с такого виски я думаю можно в принципе начинать знакомство с виски хотя некоторым ну торф не очень нравится как бы но здесь его немного не ярко выражен не особо такой не доминирует то что есть вообще напитки там очень они прям там ядреные где прям может быть мы с тобой попробуем когда-нибудь да ну лаговулин например там то есть ну это прям очень суровые напитки такие а здесь прям мне кажется все сбалансировано очень здоровски для начинающего любителя хорошего вискаря ну да да ну что ж я думаю на этом мы закончим в принципе то есть у нас конечно вечер не закончится сейчас все только начинается вам хорошего дня до всем пока счастливо кстати очень странно но получается что мы допили полностью 0 7 бутылку я не ожидал как такое произошло я столько много не пил никогда вообще то есть по 350 миллилитров и в вполне себе нормальные но прекрасно себя чувствую я понимаю что я не буду завтра болеть это довольно таки удивительно потому что обычно я ну пью там 150 а ну 200 грамм максимум 250 это это уже не очень хорошо но видимо в хорошей компании все-таки как говорит марсклуб лучше не пить одному лучше пить вместе и и заходит лучше вот и кстати фишка в том что все таки я посмотрел эту пробку эту бутылку я не разглядывал новую по моему она все таки не деревянная пластиковая под дерево вот сама пробка такие вот заметки